Вот уже две недели соседи семьи по новых приносят им еду. После того, как у них отключили электричество, приготовить что-либо сами они не могут. Все эти дни мать и сын живут без горячей еды. Холодильник заменил балкон, чайник кипятят у соседей. С их слов отключение произвела управляющая компания за стотысячный долг. Соседи столь кардинальной меры коммунальщиков, иначе как издевательством не называют. Это как это столько дней, да, жить без света, без еды. Это я не представляю. Так издевается. Вот это домоправление, компания такая. Я им позвонила, они смеялись. Как это, я говорю, у них сын, я говорю, и пилипцией болеет. Она у нее рожа, она не может ходить. Коммунальный долг у семьи появился в 2015 году. Тогда тяжело и долго болел глава семейства. Потом деньги понадобились на его похороны. Именно в тот период долг стал нарастать, как снежный ком. В итоге по решению суда половину пенсии матери стали удерживать в счет погашения задолженности. Однако сумма от этого хоть и не прибавляется, меньше не становится. Когда свет отключили, сын обратился в управляющую компанию с просьбой сделать рассрочку платежа. Но войти в положение там не захотели. А им никакую, не в какую. Заплатите 50% от этой суммы. А где мы возьмем? 47 тысяч. Сначала сказала Мересева, что хоть сколько там, 2-3 тысячи заплатите. Ну, мы вот на данный момент остались как бы без копейки, так скажу. Брат у меня есть. Я ему позвонила, говорю, Вася, помоги нам, пожалуйста. Пока хоть сказали, что какую-нибудь сумму заплатите, нам свет включат. Но он приехал, дал 2 тысячи. Мы съездили. Они с Сашей вот съездили туда. А на раз и все. Нет, пока 50% не заплатите, не включим. Пока мы беседовали, стемнело. Дальнейший разговор шел при свечах. Вот только романтика здесь не пахла. Лишь отчаяние и безысходность. Помогите, пожалуйста, нам. Помогите, чтобы включили нам свет. Нам без света очень плохо. Кушать не сварим никак. Целую неделю уже, две недели уже без света сойдем. На следующий день вместе с Александром мы отправились в управляющую компанию. И тут выяснилось, электричество в квартире они не отключали. В данном списке отключений квартиры это не числится, в отключен. Потому что у нас они есть. Мы сразу знаем, которые у нас отключены, которые не отключены. С данным вопросом непосредственно ко мне данный жилиц не обращался. И через 072, через открытый Нижнекамск посмотрела, заявок туда тоже не поступало. Надо разобраться в этой ситуации. Потому что бывает такое. Потому что мы встречались не раз по этому опыту работы. Где-то кто-то хулиганит. Где-то еще что-то с электропроводкой может случиться. Сегодняшний разговор Александра с управляющей компанией оказался более чем конструктивный. Во-первых, нашли способ, как погасить максимально быстро скопившийся долг. Во-вторых, и это самое главное, нас заверили, электричество в квартире будет уже сегодня. Наталья Лушникова, Рафаэр Ракипов, Новости НТР.